На прошлой неделе Capcom анонсировала DLC к Resident Evil 8. События дополнения будут происходить спустя 16 лет после финала Resident Evil Village. Нам предстоит играть за Розу, которая пытается избавиться от сверхъестественных способностей. Для этого придется проникнуть в сознание Мегамицелия, исследовать сюрреалистический мир, в котором знакомые локации и персонажи предстанут в измененном виде. Досмотрите это видео до конца, а также не забываем подписаться на канал и поддержать видео лайком. Первым интересным моментом в трейлере можно выделить то, что Роза встречает своего двойника. Возможно, что это дочь матери Миранды Ева, которая умерла, подхватив Испанку. Если вспомнить, то Миранда принимала непосредственно участие в создании Эвелины, которую считала сосудом для воскрешения своей умершей дочери. А через три года после того, как Эвелина была уничтожена во время инцидента в доме Бейкеров, Миранде стало известно о существовании Розы. Тогда-то она и начала строить свои планы по ее похищению. Мать Миранда была уверена в том, что Роза вырастет, чтобы унаследовать мир после того, как станет сосудом для возрождения своей умершей дочери. Возникает закономерный вопрос. Если это Ева, то значит церемония Миранды прошла успешно? Хорошо, тогда почему она в образе служанки? Если учитывать то, что Роза находится в своих чертогах разума, то и не факт, что церемония была успешной. Движемся далее. Я так понимаю, что главным антагонистом будет наш торговец Дюк. На лице у него какая-то карнавальная маска. Позже в видео мы к ней вернемся. Возле него до боли похожая на вино из подвала Димитреску некая плесень, из которой возрождается новый тип врагов. Какая-то смесь марайки и плесневика. Я посмотрел многих, кто транслировал или делал обзоры на анонс. Никто не обратил внимания на этого чувака. Никого не напоминает? А если так? Невероятное сходство с репортером Беном Бертолучи из Resident Evil 2 Remake, который пытался выявить коррумпированность в местном полицейском департаменте Раккун-Сити, за что был помещен в камеру шефом полиции Брайаном Айронсом. Согласитесь, помимо лица они схожи даже в одежде. Но это точно не Бен, ибо он еще в 1998-м того. Тогда кто же это? Может его брат? Сын? Мы видим, что он явно помогает Розе. Затем кадры, где они стоят в какой-то лаборатории. Роза прикасается к какой-то колбису с содержимым цвета Фуксия. Возможно, в ней мегамицелий. И она перемещается в его сознание. А вот теперь к моменту появления матери Миранды в Resident Evil 3 Remake. О ней упоминается в журнале медсестры от 29 сентября. Мы устали, клянусь богом устали, но делать больше нечего. Этот хаос просто никак не остановить. Поступают все новые жертвы. Люди умирают, а болезнь распространяется быстрее, чем мы справляемся. Так что мы даже уже не стараемся. К тех, кто еще не заражен, забаррикадировали здесь. Мы слышим, как они снаружи молят о помощи. Эти крики. Но никто из нас туда не пойдет. Потому что тогда нам всем конец. Поверить не могу, что мы бросили своих пациентов. Для медсестры хуже просто быть не может. Меня трясет от ужаса. Но я хочу жить. Хочу жить. 21.00. Мы слышали, как пролетел вертолет. И тут же перестали рыдать и сжаться друг к другу. Потому что решили, что пришла помощь. Но звук начал отдаляться. И теперь мы остались наедине с криками мертвецов, и тихими воплями в сердцах. Мы скоро просто сойдем с ума. Доктор Янг. Ариана. Миранда. Дакота. Простите. Я вас подвела. Что-то приближается. Помог... Из восьмой части мы знаем о связи Спенсера и матери Миранды, которая была ученой. Так, во время одиночного похода по Восточной Европе Спенсер заблудился в незнакомой местности и упал на заснеженной дороге. Там его спасла Миранда, жрица и биолог изолированной горной деревни, которая поклонялась темному богу. Взятой Мирандой в качестве протеже, Спенсер узнал о плесени и ее способности мутировать, ассимилировать и воспроизводить формы жизни, что вдохновило его на средства для достижения целей эволюционистов. Хотя он ослаждался своим временем с Мирандой и обширными биологическими знаниями, которые он получил от нее, у них были очень разные взгляды на мир, поскольку Миранда стремилась воскресить свою умершую дочь, в то время как Спенсер хотел изменить мир. Отталкиваясь от этого, можно немного пофантазировать и предположить о том, что Миранда была знакома с Натаниэлем Бардом, старшим научным сотрудником Спенсер Мемориал. Он также занимался исследованием биоорганического оружия, работая на корпорацию Амбрелла. Так вот, к чему все это? В трейлере есть момент, где Роза ходит по какой-то лаборатории. Очень похожая локация есть в третьем ремейке, где мы находим Барда мертвым. Да, конечно, я не спорю, локации не идентичные, а с некими изменениями. Но все же, как вы думаете, это попытка Кэпком связать Мать Миранду с другими частями серии? Или все же я загоняюсь? И это всего лишь копипаст, потому что Кэпком в облом было рисовать новую локацию. Дайте знать в комментариях. Следующий интересный кадр, как Роза из лаборатории переходит в кирпичный подвал. Такой же был в замке Димитреско. Это может лишь означать одно, что места действия могут меняться вокруг нас во время игры в непонятной последовательности. Далее Роза в руках держит некую колбу, местами кристаллизированную. Мы примерно такие же получали после убийства лордов. В них находились части тела Розы. Эта колба под номером А 025. Дальше затерта. Объем колбы 1200 миллилитров. Класс пятой опасности. И удалось разглядеть слово Спейсмен, что в переводе означает образец, экземпляр. Это все, что удалось разглядеть. Учитывая блаженное лицо Розы, скорее всего, именно в ней она найдет свою свободу от мистической силы и начнет жить обычной жизнью. Как нам известно, что героиню будет направлять загадочный помощник Майкл. Так кто же такой Майкл, который будет помогать Розе? И почему его назвали в трейлере «Существом»? Во вселенной Резидента лишь у одного персонажа такое имя. И это Майкл Уоррен, мэр Раккун-Сити. Мне кажется, что это точно не он. Вариант второй – это тот чувак, который похож на Бена Бертолуччи. Я думаю, что он тоже отпадает, хоть и судя по трейлеру, он как-то поспособствует Розе. Третья на очереди – ох уж эта шпионка Ада Вонг. Любит она играть в эти мутные игры и вполне могла себя выдать за кого угодно. Плюсом к этому можно вспомнить ее арт на ранней разработке, ведь именно она должна была помочь Итану по сюжету. И последний вариант, к которому я склоняюсь больше всего – это герцог, он же Дюк. Настоящее имя, которого нам до сих пор неизвестно. Он является одним из самых старых жителей деревни, при этом ему подозрительно много известно о планах матери Миранды и ее детей. Знать расположение их владений и основные опасности, чем неплохо помогал Итану. Именно поэтому на Дюке-антагонисте в DLC нацепили маску, дабы нам их не спутать. Хороший герцог без маски, плохой в маске. Хотел бы услышать ваши предположения по поводу загадочного существа Майкла. Напишите под видео, что думаете по данному поводу. В режим наемники добавили Димитреско, Гейзенберга с молотом и куда же без Криса Редфилда. Кто там ныл по поводу, почему нам не сделали вид от третьего лица? Получите, распишитесь. Будет повод пройти игру еще раз, так как этот вид дает совершенно иной экспириенс. Все это выйдет 28 октября этого года на все платформы. Единственное, что меня заботит, так это приобретение всего продукта в нашем регионе. Придется, наверное, потанцевать с бубтами. В общем, как-то так. Огромная благодарность для тех, кто досмотрел это видео до конца. Всех обнял, приподнял. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok